XX, с вами Мельвикс. Всем привет! Возрождение Монстр Хай продолжается. Сегодня мы рассмотрим самое ожидаемое коллекционное переиздание кукол Монстр Хай. Гламурную вампиршу Дракулауру из коллекции Хаунд Кутюр. Встречайте весной 2022 года три коллекционные куклы Монстр Хай с новой формой лица, прошитыми ресницами, новыми прическами и модными нарядами. Обзор на Фрэнкиштейн и Клодин Вульф вы можете посмотреть на моем канале по ссылкам в описании. Упаковка Хаунд Кутюр — это роскошный гроб, изготовленный вручную для каждого персонажа. Как пишет Mattel Creations, за дизайном стоит Диана Лето и инженер этого проекта Ольга Теслер. Источником вдохновения стала икона жанра ужасов — классический гроб в форме ромба. Создатели вернулись к истокам. В этом плане, конечно, не стоит забывать про Дракулауру Скулектор. Коробка новой Дракулауры под цвет персонажа — черно-малиновый, переливающийся розовым, с модными узорами, черепки, летучие мыши, сердца, герб. На ромбовой, стилизованной под искусственную кожу накладке, изображено название коллекции, а также герб школы монстров и значки, характерные персонажу. Коробка что-то среднее между выпусками базовой Дракулауры 2009 года — Искулектор. Она при движении переливается и запечатана с четырех сторон. Кстати, хочу отметить, что у Дракулауры, так же как и у Фрэнки Штейн и Клодин Вульф в этой коллекции, лишь на верхней части коробки есть тиснение фольгой, за счет чего создается металлический эффект. Нижняя же часть всего лишь напечатана флюоресцентной краской. Как пишут дизайнеры, упаковка идеально подошла к коллекции Хант Кутюр. Действительно, вдохновленный модой высокого класса в сочетании с отделкой премиум-класса, Хант Кутюр был проектом мечты, над которым нужно было поработать и создать эксклюзивный дизайн, который ощущается уникальным, острым и ориентированным на моду. Кукла выполнена в Индонезии. Как и коллекционные куклы, она предназначена для лиц старше 14 лет. Вскрыть коробку можно, лишь приподняв верхнюю часть гробика вот таким вот образом. Здесь же есть блистер, который защищает куклу от внешнего воздействия. Вот таким вот образом можно его снять. Он никак не приклеен к коробке. И мы уже, собственно, добрались до самой куклы. Вместе с куклой вы получаете подставку для нее, два аксессуара, дневник и сертификат подлинности. Дракулаура — это единственная кукла, имеющая при распаковке ярко выраженный производственный запах. Он не портит картину, а наоборот добавляет какого-то куража, с учетом того, что монстряшек мы давно уже не раскрывали. Спрятанный матовый дневничок находится в кармашке внутренней части коробки за куколкой. Следует запретить читать чужой дневник, даже если он потерян, пишет Дракулаура. Но нас с привычным содержанием не удивить, нам уже все секреты известны. Например, о том, как трудно быть вампиром-вегетарианцем в современном мире. Так что листаем дневник в удовольствие. Сертификат подлинности подтверждает, что кукла была создана благодаря дизайнерам и художникам Мотел. На обратной стороне есть послание с подписью от Дракулауры, где она рассказывает, как много надо наверстать фанатам школы монстров. Ведь прошла целая вечность с тех пор, как она выбралась из склепа и позволила солнечному свету ударить ей в лицо. Внутренняя часть представляет собой обивку гроба, а задник внешней части картонный, даже не черный. Пришло время для Дракулауры из коллекции Monster High Hunt Couture. Создатели кукол Мотел постарались, чтобы образы кукол были не только ультрамодны, но и сохранили в себе прежнюю монструозность. Блестящая подставка пригодится нам для демонстрации ее убийственного стиля. Продумано, что крепление прозрачное и едва заметное. Идеально для коллекционеров. Расческа для волос стилизована под металл, как и основание подставки. Классическая с черепком МХ. Компактный розовый рюкзачок, как у Фрэнки, но с изображением сердца и в форме гроба. На паутине стилизован под актуальную сейчас кожу. Когда я узнала, что в рюкзачок можно по-настоящему что-то положить, попробовала подвинуть застежку сбоку. Но оказалось, все открывается намного проще. Рюкзачок можно либо оставить в руке, либо симпатично накинуть на Дракулауру. В буквальном переводе с французского языка «От кутюр» означает «высокое шитье». В наши дни под этим понимают создание одежды высокого класса и переводят как «высокая мода». Собственно, так и можно перевести название лимитированных кукол школы монстров «Хант кутюр». Кутюр – это чистое искусство для искусства. Все дело заключается в перформансе, эффектности и шумихе. Такого рода мероприятия дают прекрасную возможность дизайнерам поднять имидж своих домов и привлечь как можно больше клиентов. У новой Дракулауры розовая кожа, и надо сказать, что по сравнению с прошлыми выпусками она порозовела. Ушки заостренной формы, как и у вампиров. Молт лица отличается от привычного. Аккуратный носик, губки окрашены в темно-бордовый цвет, на контрасте очень хорошо видны ее острые белые клычки. Кукла имеет стандартные точки артикуляции. Дракулаура родилась 14 февраля, прямо в День Святого Валентина. Мало того, сам День Святого Валентина стал праздником в ее честь, и поэтому у нее розовая родинка в виде сердца. В этой версии внутри пространства решили не закрашивать, но от этого ее образ не ухудшился. Я бы даже сказала наоборот. Выглядит очень аккуратно. Хоть и не настолько широко распахнутые глаза, а вытянутые и узкие, а также приглушенный макияж, рисовка ровная и красивая, и напоминающая первые выпуски Монстр Хай. Для сравнения я взяла базовую, Скулз Аут и Даун О' Зе Дэнс. Дракулаура энергичная, дружелюбная и легко ладит со всеми, хотя она может вести себя немного по-детски. За счет прокрашенной радужки глаз взгляд Монстрешкин кажется более загадочным и в меру выразительным, для кого-то даже грустным. Блики в завораживающих глазах белые, отличающиеся от того, что было ранее. Новая рисовка ей идет. У Дракулауры фиолетовый цвет в радужке, их контрастируют с лиловым. Макияж спокойных, приятных, шиммерных оттенков. Контур глаз и подводка черные. Складка века и тени розового и фиолетового оттенков. Они оформляют и нижнее веко. Аккуратные трендовые густые брови у новой Дракулауры не сильно изменились. Стали более реалистичными за счет имитации прокрашенных волосков, чего не наблюдали ранее. Прошитые ресницы – приятное дополнение. Лисий эффект. Они идут пятью пучками по 7-10 волосков. Меньше, чем у Дракулауры скулектор, но из-за изящного изгиба глазки смотрятся очень здорово и достойно для эксклюзива. На затылке на голове куклы указан год создания молда. Стандартные черные волосы дополнены малиновой прошивкой. Розовые пряди внутри очень хорошо контрастируют и мило смотрятся. В основном малиновые преобладают на залаченной челке. Очень радует длина волос. Но, к сожалению, они оказались не такими густыми, как это выглядело на промо-фото. Однако прошивка добротная, между прядками небольшое расстояние. Волосы немножко жирноватые, на кончиках ниже поясницы идут легкие завитушки. Счастливые обладатели куклы могут поэкспериментировать и выпрямить волосы. На голове куклы красуется изысканный женский аксессуар – объемный малиновый берет из войлока. Имея богатое прошлое, этот предмет гардероба остается популярным и в наши дни. Он аккуратно прошит, снизу идет оборка в кружке. Жаль, что не в сердечке. На нем, естественно, надпись «Вамп» с изображением летучей мыши. Крупные блестящие малиновые серьги, стилизованные под металл, в форме булавок. Они держатся на сердце с помощью пластиковых протекторов. Такое же массивное ожерелье на шее куклы. Чокер в виде летучей мыши с сердцем внутри. На резинках оно держит крылья летучей мыши. Миловидная Дракулаура готова заявить о своих правах на подиум моды в наряде, который вызывает любовь с первого взгляда. Все детали поднимают его на пугающе новую высоту. Наряд продуманный и многослойный. Великолепная накидка плащ мне особенно нравится в образе дочери Дракулы. Подобный дизайн мы наблюдаем у скулектор. Он крепится завязанной в бант лентой на шее и держит форму с помощью резинки на запястьях. При желании можно снять. Если развести куклы руки в стороны, она выглядит как крылья летучей мыши, благодаря такой обработке края. Внутри атласной накидки имитация паутины. Роскошности образу придают разные фактуры материала. Очень красивая, переливающаяся ткань. Наверху она еще и блестит розовым. А если снять крылья, вампирская версия классического наряда Дракулауры может превратиться в более романтическую и аристократическую. Стиль Дракулауры включает в себя несколько примеров моды Лолиты. Стиль, вдохновленный эпохами викторианской и рококо. Например, корсеты, кружево, оборки и зонтики. Японская субкультура, в некоторый подстиле которой были добавлены элементы готической моды. Готическая Лолита характеризуется мрачным макияжем и одеждой, что мы как раз таки и видим на куколке. Мотивы Дракулауры, это клыки вампира, сердца, ленты и банты, а также розовый цвет и крылья летучей мыши сохранились. Дракулаура одета в пугающе шикарное с фирменной розово-черной цветовой палитрой атласное платье без рукавов по колено. На нем представлено два ее любимых цвета – розовый и черный. Отличительная черта облика Лолиты – пышная юбка на 5 сантиметров выше или ниже колена. Юбка с кружевом сидит на талии и воплощает романтический готический стиль персонажа. Вторым слоем идет сетчатая белая паутинчатая ткань с разрезами снизу. Под нарядным платьем – милая элегантная блузка с большими сетчатыми рукавами-фонариками и кружевными оборками. Она идеально сидит по фигуре. Нарядное жабо разделяет атласная черная лента. Разве эти фантастические сетчатые рукава не являются самым модным солнцезащитным кремом для Дракулауры? На платье крепится сзади аккуратный черный пояс с застежкой в форме сердца с крыльями летучей мыши. Отличительная особенность – розовые металлические сердца, которые можно свободно двигать. Браслетами Дракулаура обделена, зато на безобианном пальце есть яркое малиновое кольцо в форме гроба. Когда вынимаешь куклу из коробки, оно никак не крепится. Клод Вульф сделал Дракулауре предложение? Как думаете? Монстр Хайт Дракулаура Хант Кутюр была доступна для предварительного заказа 8 апреля в 9 утра по североамериканскому времени на сайте Mattel Creations. Куклы продавались лишь две в руки. Цена, к сожалению, дорогая – 75 долларов за каждую, без учета доставки. Дракулауру в прямом смысле урвали за считанные секунды. Хватило лишь 5 минут, как на сайте высветилась та самая грустная надпись «Sold Out». Чтобы сохранить благопристойность, если юбку случайно приподнимет ветер, под нижнюю юбку лолиты надевают обычно панталоны. В случае Дракулауры это леггинсы, выполненные из прозрачного черного капронового материала с акцентом, малиновой оборкой и кружевом, что и на рукавах блузки. Просто загляденье. Обувь не такая детализированная в прокраске деталей. Это высокие вампирские каблуки с имитацией застежек «Сердец». Здесь уж больно много заимствований от Дракулауры с кулектор, как формой, так и основанием. С возвращением школа монстров стала свирепее, чем когда-либо. А вот и полюбуемся тремя красотками. Ну и не забываем про первые выпуски базовых монстряшек. Обзор на Фрэнки Штейн и Клодин Вульф вы можете посмотреть на моем канале. Напишите в комментарии ваше мнение о новой Дракулауре и переходите на мои социальные сети, а также на другие мои обзорчики по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. До встречи в следующих видео. Ваше Белевикс.